5 детей, которых воспитали животные Номер 5. Человек-волк Марко Родригесу Пантожья было всего 6 или 7, когда его продали козоводу-отшельнику. После его смерти Марко остался один. Он стал охотиться на кроликов и куропаток, делая ловушки. Он установил определенную связь с животными и прожил с волками в районе моря 12 лет. Марко утверждает, что выжил, потому что волки приняли и вскормили его. В 1965 году, в 19 лет, его нашел сторож и насильно забрал его в село, где он со временем привык к цивилизации и живет теперь обычной жизнью. Он все так же может повторить звуки оленя, лисы, орла-карлика и других животных. Были созданы художественные и документальные фильмы на основе этой поразительной истории выживания. Сейчас он читает в школе лекции детям, рассказывая им о волках. Номер 4. Девочка-собака Украинскую девочку-собаку 8 лет, Оксану Малую, нашли живущей в будке с собаками в 1991 году, где она прожила 6 лет. Родители Оксаны были алкоголиками, и когда она еще ползала, они оставили ее на улице. Она доползла до будки в поисках тепла и свернулась калатчиком рядом с собаками. Вероятно, это и спасло ей жизнь. Вскоре она начала бегать на четвереньках, дышать, высунув язык, и лаять из-за отсутствия общения с людьми. Она знала только слова «да» и «нет». Связь со сворой собак была настолько сильна, что когда власти пришли к ней, то были прогнаны прочь собаками. Сейчас Оксана живет в клинике в Одессе, ухаживает за домашними животными. Номер 3. Мальчик-птица В 2008-м работник социальной службы спасла 7-летнего Ваню Юдина, который чирикал как птица, так как мама вырастила его в виртуальной клетке. Ребенок был найден в двухкомнатной квартирке, наполненной клетками с десятками птиц, птичьим кормом и пометом. Так называемый мальчик-птица не понимал человеческую речь и вместо слов чирикал и махал руками. Социальный работник Галина, участвовавшая в спасении мальчика, сказала, что с Ваней обращалась как с домашним животным, его 31-летняя мать, никогда не разговаривавшая с ним. И когда с ним заговорили, он зачирикал в ответ, как птица. У его матери были домашние и одна дикая птицы. Она не била его и не лишала пищи, она просто не разговаривала с ним. Птицы были единственными собеседниками мальчика. Они и научили его птичьему языку. Мать подписала документы об отказе от ребенка после того, как его нашли. Его временно отправили в интернат, но позже переместили в центр психологической реабилитации. Номер 2. Мальчик-обезьяна. Увидев, как отец убил мать, 4-летний Джонс из Банья в ужасе сбежал в джунгли, где прожил с обезьянами, пока его не обнаружила женщина из его же племени по имени Милли в 1991 году. И как это часто бывает, одичавший ребенок оказывал сопротивление односельчанам, которые хотели забрать его в деревню, и в этом ему помогала его обезьянья семья. В первоначальных докладах указано, что все тело Джонс из Банья было покрыто волосами, гипертрихоз. У него обнаружили глисты более полуметра длиной. Пойманный и отмытый, он был покрыт шрамами, ранами, его колени были в рубцах от ползания. Ему дали имя Джонс из Банья и научили разговаривать. Он неплохо поет. Сейчас Джон гастролирует с детским хором «Жемчужина Африки». Канал BBC снял документальный фильм на основе истории Джона, вышедший на экраны 13 октября 1999 года и ставший подтверждением истории. И перед тем, как перейти к первому номеру, хотите увидеть больше наших видео, нажмите на кнопку «Подписаться». Номер 1. Женщина-обезьяна. Марина Чапман родилась где-то в 1950 году. Это колумбийская женщина, которую похитили и которая провела детские годы в джунглях в одиночестве, не считая колонии обезьян-капуцинов. Чапман утверждает, что в возрасте 4 лет ее выкрали, а затем отпустили по непонятным причинам. Последующие несколько лет она жила с капуцинами, пока охотники не спасли ее. Она не владела человеческой речью. Ее вначале продали в бордель. Она жила на улице. Была рабыней в мафиозном доме. В итоге она переехала в Англию, где вышла замуж и завела детей. Дочь убедила Чапман написать рассказ. И в 2013-м она опубликовала свою автобиографию «Девочка без имени». Подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайки!